Привет, друзья! Сегодняшний ролик будет посвящен памяти моего друга. Мы с ним учились в одном вузе, закончили один институт. Такое вот печальное известие сегодня пришло, что ушел из жизни на 42-м году этой жизни Николай Лушников. Шахматист достаточно известный на Урале, но и не только. Он участвовал и в чемпионатах страны, то есть в 2014 году он попал и играл в высшей лиге во Владивостоке. В его активе есть победа над такими легендарными челябинскими шахматистами, как Свешников и Двойрис. То есть отнимал он очки, скажем, в турнирах типа Москва Open и у Яна Непомнящего, и у других шахматистов высокого уровня. Шахматист был очень неплохой, старался играть в строго позиционном ключе. Соответственно и дебютный репертуар был такого же типа. С большим трудом удалось отыскать... На фотографии он играет с Анатолием Евгеньевичем Карповым. Этой партии не сохранилось. Он играл, видимо, тогда, когда партии не транслировались, хотя и на сцене. С большим трудом удалось отыскать нечто комбинационное. То есть тактик он был неплохой, но в целом он старался играть в очень спокойной позиционной манере. Тяготел к окончаниям, в которых неплохо разбирался. Это партия, сыгранная против украинского шахматиста, если мне не изменяет память, может, белорусского, Дмитрия Парамонова на мемориале Петрова в 2002 году. Такой достаточно редкий ход С3. Его основная идея, понятно, захватить центр путем Д2-Д4. И в ответ на ход КНЖ-8, Ф6. У белых есть разные продолжения. То есть ход Х3, например, я лично длительное время применял. Ход СЛОН Е2 играли такие зубры, как Свидлер. Делали такие зубры, как Свидлер. То есть ход очень коварный. Если мне не изменяет память на СЛОН Е2, ход КНБД7 или даже СЛОН Д7 выглядит более интересным, чем КНЦ6. Но в ответ на КНЦ6 требуется пойти на интересную жертву пешки в борьбе за перевес. Потому что заищать пешку Е4 путем Д3, это отказаться от, или ФС2, это просто отказаться от попытки получить преимущество. Так, Николай идет по самому принципиальному пути. После КНБДЕ4 Д5, черные забирают еще пешку. И после КНБДЕ5 забирают коня в центре, висит пешка на Д5. Ее не так просто защитить, но и не надо защищать. Это, в общем-то, все известно. Мне лично был известен только вариант СЛОН Ф3, вот до этой партии, до сегодняшнего дня. С целью, скажем, после ФСД3 поставить такой симпатичный мат. Ну, и после ФСД5 ладья С1, ладья пытается попасть на С7. Очевидно, что у белых есть компенсация за 3 пешки. Но как добраться до короля пока не видно. Николай делает более сильный ход ладья С1. То есть, это игралось, напомню, в 2002 году. Я проверил с 9-м стукфишем. Он одобряет действия белых. И после СД7 ладья вторглась в обжорный ряд. Угрожает СФ3 со взятием на Б7. Ну и вообще ладья на 7-м ряду серьезно препятствуют игре черных. После СС6, СФ3, например, не очень хорошо играет ФС4. Белые просто ответят ФБ1 с идеей пожертвовать качество. И черного короля, похоже, что не спасти. Слон бьет Б7, Ферзь бьет Б7. Ладья С8 висит на Д5. Да, и ладья Б1 грозит. Да елки-палки. Я прошу прощения. Звук тут у технического директора из наушников вырывался. Вот. Если слышно, извините. Ну, после ФБ5, ФС2 тоже все это одобряется компьютером. Угрожает. Ладья бьет С6. В ответ на Д5 сильный ход. Ладья Б1. Ну вот здесь пути Николая и Стокфиша расходятся. Стокфиш рекомендует Ферзь Ф5. Ладья Д8. Слон Б4. И хотя не видно, чем белые тут грозят. Совершенно не ясно, как играть черным. Хода Е6 нет. Ладья забралась на С7. И очень серьезно мешает развитию королевского фланга противника. Но, тем не менее, путь избранный Николаем тоже неплох. Он просто перешел в Эшпель без двух пешек. Ну, как без двух. Скоро будет без одной. В любой момент пешек может стать поровну. А королевский фланг черных не играет. То есть, перевес белых здесь тоже достаточно велик. Пешка А7 потеряется. Скорее всего, и пешка Ж7, вот как было в партии, потеряется. Ну, и привлекла... Ой-ой-ой-ой, забежал вперед. И привлекла меня партия этой такой очень симпатичной концовочкой. После слон Ж5, черные сыграли, но решили ладью с Ж7 прогнать. И получили такой вот симпатичный удар. Ладья Ж8. Брать на Ж8 нельзя, из-за слон бьет Х5. Ладья Ж6, слон бьет Ж6 мат. Ну, а после слон С6, ладья Е7 шаг. Этот мат тоже не загорали, потому что на король Д8 белые возьмут на Аш8. И слон тоже потеряется. То есть, даже, как мы видим, вот такой острейший вариант. Николай не боялся трактовать. В таком очень спокойном стиле. Не опасался размены ферзей. Вот. Ну, и, в общем-то, не так просто осознавать, что больше вот я его не увижу. Мои искренние соболезнования всем, кто считал Николая своим другом. Кто находился с ним в хороших отношениях. А в плохих я вообще не знаю. Никого, кто бы с ним находился. Мне кажется, с ним невозможно было поссориться. Вот. В общем, искренние соболезнования. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok